Из всех органических веществ на Земле наиболее распространены углеводы. В начале 19 века было установлено, что такие природные вещества, как глюкоза, сахар, крахмал и другие, имеют формулы, отвечающие сочетанию углерода и воды. Углеводы. Так назвал этот класс соединений Карл Шмидт. В природе углеводы образуются из углекислоты воздуха при фотосинтезе, процессе, идущем в зеленых растениях под действием солнечного света. В 1861 году великий русский ученый Александр Михайлович Бутлеров впервые синтезировал из формальдегида сахаристое вещество, подобное природным углеводам. Природные углеводы. Широко представлены в структуре растений и в живых организмах в виде мономерных и полимерных соединений. Около ста лет назад природа простейших сахаров была объяснена с позицией бутлеровской теории химического строения. Моносахариды представлены в ней как оксикарбонильные соединения. Однако альдегидные формулы раскрывают не все свойства моносахаридов. Исследования показали, что в отличие от уксусного альдегида, в инфракрасном спектре которого обнаружена карбонильная полоса, в спектре глюкозы и других моносахаридов, отсутствуют полосы поглощения, характеризующие карбонильную группу. Оказывается, моносахариды существуют как в альдегидной форме, так и в виде циклических полуацеталий. Молекула глюкозы содержит асимметрические атомы углерода. Каждый такой атом вызывает появление пары стереоизомеров. Которые отличаются друг от друга, как предмет от своего зеркального изображения. Различия оптических антиподов можно иллюстрировать противоположным вращением предмета и его зеркального отражения. Для условного изображения стереоизомеров используем проекционные формулы Фишера. В альдегидной формуле глюкозы четыре асимметрических атома. Кроме глюкозы существует еще 15 стереоизомерных гексоз. Вот чем, например, отличается D-глюкоза от L-глюкозы. Это оптические зеркальные антиподы. При изменении конфигурации у второго углеродного атома D-глюкоза превращается в D-монозу. Глюкоза и моноза пара диастереомеров. Возникающий преобразование циклического полуацеталя пятый асимметрический атом углерода создает два новых стереоизомера. Альфа и бета-аномеры. Сегодня применяют и перспективные формулы изображения моносахаридов. Кольцо расположено перпендикулярно плоскости чертежа. Заместители находятся под кольцом и над ним. Данная структура, как и любая другая, стремится принять наиболее устойчивую конформацию. Перронозное кольцо в моносахаридах принимает таким образом форму кресла. Наиболее устойчива конформация при максимальном числе экваториально расположенных заместителей. Кристаллические моносахариды существуют исключительно в форме циклических полуацеталей. Оптическая активность этих аномеров различна. Однако в растворах моносахаридов угол оптического вращения с течением времени изменяется. Так у альфа-глюкопиронозы угол оптического вращения уменьшается. А у бета-аномера увеличивается. Это происходит вследствие моторотации, то есть таутомерных превращений одного аномера в другой. В растворах глюкозы устанавливается равновесие между обеими полуацетальными формами. Таутомерные превращения наличие нескольких различных функциональных групп делает моносахариды реакционоспособными веществами. При действии аммиачного раствора оксида серебра альдегидная группа моносахаридов окисляется так же, как в простых альдегидах. Выделяющиеся в ходе реакции металлическое серебро образует серебряное зеркало на стенках сосуда. При взаимодействии моносахарида с разбавленной азотной кислотой окисляется альдегидная и первичная спиртовая группа моносахарида. Образуется двухосновная оксикислота. При восстановлении ксилозы альдегидная группа превращается в спиртовую. Получается многоатомный спирт ксилит продукт, заменяющий в отдельных случаях сахар. Аналогично при восстановлении глюкозы получается многоатомный спирт сорбит который также применяется в кондитерских изделиях для диабетиков. В реакции моносахарида со спиртом легко взаимодействует только полуацетальный гидроксил. Образуется гликозид. Гликозиды распространены в природе имеют большое биологическое значение применяются в медицине. Гликозидом является действующая часть ландышевой настойки конвалотоксин. В реакции глюкозы с фенилгидрозином участвуют первые и вторые углеродные атомы моносахарида. Образуется озозон. В реакции углеродных атомов начиная с третьего одинаково с глюкозы то из этих веществ получаются один и тот же озозон с характерной кристаллической структурой. Вообще же из различных исходных углеводов получаются неодинаковые озозоны. Они различаются кристаллической формой, точками плавления. В природе встречаются различные моносахариды. Например, наиболее сладкий из всех сахаров фруктоза содержится в... поскольку у монозы и фруктозы конфигурация углеродных атомов начиная с третьего одинаково с глюкозой, то из этих веществ получается один и тот же озозон с характерной кристаллической структурой. Вообще же из различных исходных углеводов получаются неодинаковые азозоны. Они различаются кристаллической формой, точками плавления. В природе встречаются... Молекула мальтозы образуется из двух молекул глюкозы. Мальтоза имеет один полуацетальный гидроксил по свойствам аналогичным моносахаридам и относится к типу восстанавливающих дисахаридов. Полученная при неполном гидролизе крахмала кристаллическая мальтоза хорошо растворима в воде, сбраживается дрожжами. При этом образуется этиловый спирт и углекислый газ, вытесняющий жидкость в приборе. Дисахарид лактоза также принадлежит к типу восстанавливающих. В кристаллическом состоянии выделены альфа и бета формы. Лактоза содержится в молоке. Ее получают из молочной сыворотки. Важнейший представитель дисахаридов сахароза. Она построена из остатков глюкозы и фруктозы. Это не восстанавливающий дисахарид, так как в нем нет свободной гликозидной группы. Раствор сахарозы имеет правое вращение. В ходе гидролиза угол вращения постепенно уменьшается. Образующаяся смесь глюкозы и фруктозы характеризуется левым вращением. Содержится сахароза, например, в соке сахарной свеклы. Технологический процесс на сахарных заводах состоит из ряда операций. Измельчение, диффузия с получением раствора сахарозы, очистка от посторонних примесей, пропускание углекислого газа, фильтрование, упаривание, вплоть до получения кристаллического сахара. Полисахариды высокомолекулярные углеводы, молекулы которых образуются в результате соединений сотен и тысяч отдельных остатков молекул моносахаридов. Важнейшие полисахариды крахмал, клетчатка, целлюлоза. Полисахариды имеют аморфную структуру. Крахмал не растворяется в холодной воде, не обладает сладким вкусом, а в горячей воде образует клейстер. Вот оно, крахмальное зернышко под микроскопом, из риса, из картофеля. В нем два полисахарида, линейная амилоза и разветвленный амилопектин, оба с альфа-глюкозидными связями. Крахмал главный источник углеводов в нашем рационе питания. Широко используется в пищевой промышленности. Крахмал и его производные, полученные при гидролизе, находят применение в технике, в быту. Так же, как крахмал у растений, гликоген — резервное вещество, играющее важную роль в энергетике живых организмов. Основной строительный материал растений и наиболее распространенный в природе полисахарид — целлюлоза. Макромолекула целлюлозы, построенная из остатков бета-деглюкопиронозы, может насчитывать сотни и даже тысячи звеньев. Клетчатка состоит из нитевидных молекул, соединенных в пучки. Множество водородных связей между макромолекулами обеспечивает большую механическую прочность волокон. Природная клетчатка в виде хлопка и льна издавна служила сырьем для текстильной промышленности. Химические превращения целлюлозы используются для получения разнообразных полезных веществ. При нитровании целлюлозы образуется сложный эфир нитроцеллюлоза. Еще в прошлом веке из нитроцеллюлозы стали производить целлулоид и взрывчатое вещество пероксилин, нитрокраски и первый еще несовершенный искусственный шелк. Вот техническая целлюлоза, полученная из древесины. При действии на целлюлозу сероуглерода и щелочи образуется ксантогенат целлюлозы. Растворяя его в щелочах, получают вискозу. При продавливании вискозы через фильеры в кислоту получаются нити искусственного волокна. Из ацетилцеллюлозы рождается прочное, пропускающее ультрафиолетовые лучи, ацетатное волокно. Кинопленка, на которой снят и этот фильм. Химическая модификация целлюлозы позволяет получать волокна и ткани с особыми свойствами. Так, благодаря прививкам фосфорсодержащих компонентов, целлюлозное волокно становится негорючим. Из целлюлозы, в которую введены фторсодержащие группы, получают ткани с масло- и водоотталкивающими свойствами. Огромная и многогранна роль углеводов в жизни растений и животных в практической деятельности человека. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok